Опросы общественного мнения, опубликованные на утро после первых дебатов, в которых участвовали пять претендентов на высший пост во Франции, показали, что на вопрос, кто был наиболее убедителем, французы ответили Макрон, а далее Меланшун, а Марин Лепен с Фионом пришли с одинаковым результатом, оставив позади лишь Бенуа ОМОНа. А согласно другому голосованию, которое велось онлайн, вперед вырвался Франсуа Фион. Жан-Люк Меланшун пошел в атаку с места, в карьер. Мне нравится, как вы осторожничаете, когда вы говорите, что компания омрачена делишками некоторых тут присутствующих. Извините, но я к ним не отношусь. И я это специально уточняю. Здесь только два человека, которых это касается. Месье Фион и мадам Лепен. К трем другим это не относится. Что такое на пределе нелегальные миграции? Отчего вы? Как вы их подсчитываете? Вы можете всегда придумывать квоты, бумажки, все, что хотите, но всегда найдутся те, кто все это обойдет. Кто в страну прокрадется? И что вы будете с ними делать? Бросать в море? Тема светскости была продолжена в поединке между Эммануэлем Макроном и Марин Лепен. Мадам Лепен, это мило с вашей стороны, но я не просил вас говорить за меня. Мне не нужен чьевовещатель. Уверяю вас, я в полном порядке. Если мне требуется что-то сказать, то я это скажу сам. Я полностью согласен с Жан-Люком Меланшоном. А вот опять про меня говорят. Без меня вам было бы скучно. Вы знаете, вы очень талантливый, месье Макрон. Вы проговорили 7 минут, но я не в состоянии сообразить, о чем, собственно, шла речь. Потому что в итоге вы не сказали ничего. Как и другие участники дебатов, лексика Франсуа Фиона была не менее красочной. Настоящий серийный убийца благосостояния французов – это мадам Лепен с ее идеями выйти из зоны евро и возродить французский франк. Вы придумали страшилку, это уже было во время Брексита и во время избирательной кампании Трампа. Бенуа ОМОН напомнил, что Эммануэля Макрона поддерживают те, кто впоследствии может попросить за это рассчитаться. Вы можете взять на себя обязательства сегодня перед французами, сказав, что среди тех богачей, что внесли пожертвования в фунт вашей избирательной кампании, нет тех, кто состоит в руководстве фармацевтической индустрии, кто находится на верхних этажах нефтехимической отрасли, и нет тех, кто руководит банками. Я вас об этом спрашиваю, так вы скажете или нет? Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. По итогам два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур, который назначен на 7 мая. Субтитры создавал DimaTorzok